Всем привет, с вами Иван Жданов. Пассажирский самолет в Якутии промахнулся мимо посадочной полосы. Путин готов воевать еще пять лет, Стрелков не будет выдвигаться на президентских выборах, а Кадыров предложил участникам скандальной вечеринки поработать в университете спецназа. Сейчас обо всем по порядку. В Якутии пассажирский самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы и сел на замерзшую реку Колыма. На борту было 34 человека, никто не пострадал. По предварительным данным, причина посадки стала ошибкой экипажа. В Росавиации посадку классифицировали как серьезный инцидент. Подобных инцидентов в последнее время все больше. Сторонники Игоря Стрелкова решили не подавать в ЦИК документы об организации инициативной группы для его выдвижения в президенты. Они опасаются давления на участников группы и собираются пойти другим путем. А вот каким именно неизвестно. Главное не зайти не в ту дверь, иначе последствий не избежать. Вот на участников голой вечеринки продолжают оказывать давление. Клуб Джипси отменил новогоднее выступление певицы Анны Асте. Сайт Киркорова заблокировали, а самого певца вырезают из новогодних афиш и будут переснимать фильмы без него. У Лолиты отменяют концерты, а у Наталии Ионовой забирают ее сценический псевдоним Глюкоза. Клуб Мотобор, где проходила вечеринка, опечатали и отменили все мероприятия. Кадыров предложил участникам искупить свою вину и поехать в университет спецназа стирать вещи за добровольцами, помогать в быту, в столовой и в медпункте. Очевидно, быть вне политики в путинской России больше нельзя. Молча зарабатывать деньги и делать вид, что ничего не происходит, не получится. Либо зигуйте и громко поддерживайте войну и Путина, либо вас отменят и посадят. Жаловаться в России тоже запретили. В подмосковном селе Софино на местную жительницу составили протокол по митинговой статье после записи обращения к Путину. Она и другие жители просили построить в селе новую школу. Садик тоже просили, потому что детям негде учиться. На 13 тысяч жителей у поселка всего одна школа. В ней учится в два раза больше детей, чем рассчитано. И что же сделали местные власти? Отправили ко всем гражданам участковых. Одной матери пригрозили опекой, а на организатора обращения составили протокол. Впрочем, ничего нового. Украинская армия будет глубже переходить в оборону, пытаясь улучшить свои позиции для будущих мирных переговоров. По крайней мере, такой план у администрации Байдена. Это включает усиление противовоздушной обороны и строительство мощных заградительных линий, в том числе на границе с Беларусью. Официальная риторика Белого дома относительно войны не меняется, но переговоры об этом ведутся с украинской стороной. Об этом пишет политика. Администрация Байдена не может отступить от своих первоначальных позиций из-за политических рисков для действующего президента. По опросам, он по-прежнему отстает от Трампа. Безусловно, поддержка Украины с Штатами продолжится, но в намного меньшем масштабе. Сегодня стало известно о новом пакете помощи на 250 миллионов долларов. В него вошли только боеприпасы. Без поставок техники новые украинские наступления вообще невозможны. Сенат так и не одобрил многомиллиардный бюджет для Украины. Этим вроде как займутся в следующем году. На фоне появившихся слухов о готовности Путина к переговорам, вполне возможно, что партнеры Украины будут предлагать ей заключить хотя бы временное перемирие. Но здесь все не так просто. Японское издание Nikkei утверждает, что во время мартовской встречи с Си Цзиньпином Путин заверил его о готовности вести войну как минимум пять лет. По мнению издания, таким образом Путин хотел убедить Китай не менять свою позицию относительно войны и того, что Россия обязательно победит. Пока же украинская армия перешла в оборону. В районе Работина им пришлось отступить на более выгодные позиции, а под Авдеевкой удалось немного улучшить ситуацию на южном фланге на подступах к микрорайону Химик. На российско-грузинской границе образовались огромные пробки. Из-за погодных условий дорогу закрывали на четыре дня. В итоге на подъезде к верхнему Ларсу скопились почти три тысячи машин и образовался пятикилометровый затор. Люди стоят в очереди по 13 часов. Одному из участников движения даже вызвали скорую. И к новостям технологий. В Китае выпустили велосипед, став встроенным чатом GPT. Модель включает голосового помощника и поддерживает работу с чат-ботом. Электровелик также оснащен Bluetooth, Wi-Fi и GPS. На руле установлен дисплей, сканер отпечатков пальцев. Теперь он может считать калории, мерить пульс, прокладывать маршрут, но и более того, просто поговорить с тобой. Газета New York Times подала в суд на организацию OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав. Издание утверждает, что для обучения чата и других сервисов незаконно использовали миллионы статей и теперь искусственный интеллект может конкурировать с журналистами. Представитель OpenAI заявила, что компания стремится к сотрудничеству с авторами и создателями контента, в том числе и в вопросах дохода. Это все главные новости на этот час. Если видео вам понравилось, то не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Это помогает продвигать наши ролики. Также подписывайтесь на наш Patreon. Спасибо, кто поддерживает. Вы нам помогаете. Я с вами прощаюсь до следующего года. Ян Матвеев будет завтра. Обязательно увидимся. Все будет хорошо. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok